Всем большой привет! Сегодня хочу с вами поделиться своими покупками в корпорации Сибирское здоровье Опять я туда набрела В общем-то прикупила кое-что Хотела маски в основном для лица взять Мне там нравятся, но почему-то у них их не было Купила всего только две Все у них то они заказывают, то они получают В общем, как-то так не понравилось мне в этот раз В общем, давайте перейдем к покупкам Итак, решила я повторить покупку Вот такого увлажняющего тоника для лица Он у них сейчас идет в новой упаковке Так, вот такой он, видите, бутылек Вот такой вот симпатичный Объем 250 мл Не знаю, поменялось, не поменялось название Раньше было написано Сибирское здоровье Теперь пишется Сибирская коллекция бальзамов Не знаю, что-то поменялось Что-то уже дома рассмотрела Ну, не важно В общем, активные компоненты Это мочевина, экстракт ромашки Экстракт сибирских ягод В общем-то состав у них, у этих тоников не поменялся Который у меня сейчас есть И вот этот такой травяной аромат Такая вот крышечка, в общем-то, удобная Использую Кожу мне не сушит В общем, никаких таких раздражений нет на коже Поэтому взяла второй раз Так что вот такой вот тоник Следующий раз я про маски начала говорить Так, где у меня масочка Повторно я взяла вот такую маску для зрелой кожи Это восстанавливающая маска Она была раньше у них в круглой упаковке, мне кажется Сейчас, видимо, поменяли Брала, по крайней мере, в круглой упаковке Сейчас вот в такой А здесь у нас экстракт бузины Что у нас тут еще? Так, экстракт белой смородины Ежевики Эфирные масла Цедры апельсина Цедры мандарины и сосны Мне эта маска нравится Она таким охлаждающим эффектом обладает В общем-то, кожа очень комфортна после нее На моей коже эта маска хорошо работает Я вижу эффект какого-то тонуса кожи Видимо, из-за этого холодка кожа как-то подтягивается Как-то становится более упругой Так, она по цвету желтенькая Средней густоты Вот она вот такая Не буду на руку выдавливать Маска мне нравится Покупаю второй раз В общем-то, масками я довольна В сибирском здоровье Поэтому беру и, наверное, буду покупать еще Так, и еще одну масочку Которую я купила тоже повторно Это у нас уже питательная крем-маска для лица С норковым маслом Здесь разглаживание морщинок Обновление кожи Заживление Микроповреждение кожи Питание и увлажнение Из всего этого я на своей коже вижу Только питание и увлажнение Но мне этого достаточно В общем-то, я не верю, что маски могут как-то мне побороть какие-то возрастные изменения Что-то как-то повлиять Нет, вот смотрите, вот такая масочка Она такая, в общем-то, нежирная Но на кожу она очень хорошо наносится Ее большая часть, наверное, даже впитывается в кожу И остаточки я смываю кожу Очень хорошо мне напитывает Вы знаете, я как будто наношу какой-то питательный крем А не маску Держу где-то минут 20 Очень мне нравится этот эффект Напитанности Использую я ее не часто Где-то раз в неделю Благо жары у нас нет Поэтому Особенно зимой, мне кажется, эта маска будет вообще Очень-очень Подходить для моей кожи Она и сейчас-то, в общем-то, подходит Но в зимнее время Хорошее дает питание Насыщение кожи Сразу чувствуется, что кожа увлажненная Что, как бы, у нее нет каких-то проблем И чего-то ей не хватает Так, вот такая маска Далее Для лица, что я взяла Взяла я вот такой травяной бальзам для умывания Здесь у нас объем 80 грамм Так, положу сюда Вот в такой вот тоже упаковочке Здесь у нас все что-то на английском Давайте я на коробочке прочитаю Активные компоненты Ингредиенты Алоэ, Вера Гранулы жожоба Экстракт сибирских ягод На удивление У этого продукта Очень приятный аромат Видимо, из-за этого жожоба Так, сейчас вам хочу показать Нет, гранулок не будет видно Они вот такие вот Вот тут беленькие гранулы Это, видимо, жожоба, что ли Но это, в общем-то, никак не скрабирует кожу Они лопаются при нанесении на лицо Это как бы гелевая структура Хотя гели я не люблю Брала бальзам Думала, может, что-то будет кремообразное Но мне понравился Безумно приятный аромат Нежный Она коже превращается в такую легкую пенку Неплохо умывает кожу Мне кажется, даже утром Можно использовать Потому что я не заметила Какого-то стягивания И дискомфорта на коже В общем-то, неплохой продукт Конечно, не скажу, что я в таком безумном от него восторге Но, по крайней мере, нет эффекта какой-то стянутости После использования вот этого бальзама Хотя я всегда потом наношу крем утром Без него никуда Но, тем не менее, не хочется, чтобы какой-то дискомфорт был В общем, неплохая штучка вот эта, в общем-то, довольна Так, далее Что я купила? Купила я бальзам для губ Это у нас уже идет из серии Экспиральта Вот в такой вот коробочке Так, что у нас здесь? Сейчас я, извините, мелким шрифтом приближу, чтобы прочитать Моделирующий бальзам для губ С маслом шиповника и экстрактами амурского бархата Вот такая вот коробочка И вот такая упаковочка алюминиевая Очень приятная Приятный сладковатый аромат Вот такой бальзам Он единственное, что очень-очень плотный Поэтому пальцем наносить его неудобно Тем более там губами как-то вот девочки вот эти невейские бальзамы еще какие-то наносят Нет, я выковыриваю пальцем и наношу на губы Присутствует небольшой эффект липкости Когда наносишь, он как бы не сказать, что жирный, чтобы растекался Он очень плотный, но он безумно питает губы Вот вы знаете, утром я встаю и я чувствую губы мягкие Вот очень мне понравился этот эффект Мне кажется, здесь присутствует в составе воск Здесь, раз эта косметика заявлена как натуральная, она не использует всех этих вредных компонентов Бальзамом я осталась довольна Никакого, конечно, моделирования я не заметила Даже не знаю, что это из себя представляет Но сам бальзамчик неплохой, в общем-то И упаковочка такая миленькая Далее я купила крем для ног Вот в такой коробочке, смягчающий крем У него в составе мочевина, масло грецкого ореха и рыжика Экстракт коньяк манана, не знаю, что это такое Эфирные масла лаванды, мяты, туи и сосновых почек и пихты Тоже такой специфический аромат на любителя, так сказать Вот такая вот упаковочка тоже симпатичная 75 граммов Крем средней плотности, он такой беленький Вот, тоже Вы знаете, мне крем понравился Муж им тоже пару раз воспользовался И тоже остался доволен Он очень хорошо смягчает кожу ног Его не назовешь жирным Но в то же время напитанность кожи дает Так что вот этим кремом тоже я осталась довольна Неплохой крем Конечно, я не скажу, что он как-то сильно сухой коже поможет Потрескавшийся, мне кажется Для таких проблемных ног вот такой крем будет бесполезным И последнее, что я себе купила И что меня очень огорчило, можно и так сказать Это скраб для тела Так, он у нас идет, мне кажется, с кедром Да, скорлупа кедровых орехов Экстракт белой ивы Алтей и кукурильский чай и мед Такой вот состав хороший Вот такая баночка 200 граммов Как же выглядит сам скраб Вот такого он цвета Такого какого-то ягодного Приятный аромат, пахнет кедром Он желеобразный И вот эти гранулки Сейчас я вам покажу, как он выглядит Смотрите, я беру пальцем Смотрите, как он тянется Вот видите, дрожалка такая Здесь много, если видно, вот этих гранулок Но они такие мелкие Сейчас я попробую на руку нанести Смотрите, вот какой-то тянется такая вот штука Так вот, разнесу, чтобы вам показать Эти гранулы до того мелкие, что похож мне он на скраб для лица И учитывая, что он до того деликатный Он при соприкосновении с водой Превращается в пену В такую, мне кажется, даже Больше он похож на какой-то гель Для душа, нежели скраб Потому что абсолютно не скрабирует кожу Уж насколько я Ну, для тела, в общем-то, я люблю пожестче скрабы Но этот вообще ничего не делает Вот эти скорлупки, видимо Ну, какие-то они до того деликатные Что смело можно, мне кажется, для лица его использовать Не понравился мне этот скраб Вот этот эффект растянучки какой-то Дрожалки Нет, это не мое Хотя мне консультант его очень нахваливала Сказала, чудесный скраб Он, вы знаете, как-то смягчает кожу Может, чуть-чуть ее полирует Но это до того, вы знаете, так незаметно, что нет Я, конечно, его доиспользую, наверное, даже просто как гель для душа Потому что, я повторюсь, он хорошо пенится Но не более В общем-то, этот скраб меня огорчил Хотя там продавался скраб Мармеладный джим, мне кажется, так называется Тогда я его покупала год назад, наверное И он мне очень понравился И по аромату, и по действию Но консультант меня смутила Нахвалила, что вот этот скраб лучше Ну, видимо, у каждого свой вкус Так что вот В общем, такие были у меня покупки Надеюсь, вам было интересно и познавательно Спасибо вам большое за внимание И до встречи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok